Привет всем диджеям, продюсерам, звукорежиссерам, музыкантам и просто тем, кто хочет научиться писать качественную электронную музыку. С вами снова Остен Дмейер. Это наше третье обучающее видео по работе со звуком в программе Cubase. Сегодня нашей темой будет создание крутой бигрум лидовой мелодии. Сейчас она очень актуальна, как в прогрессив трансе, так и в прогрессив хаосе. Я думаю, что в коммерцию она уже тоже вошла. Ну вот это вот так наиграли вживую на миди-клавиатуре. Вот примерно такого стиля мелодии мы будем сегодня рассматривать. Итак, что же нужно для того, чтобы создать крутую хитовую мелодию и гармонию, которая будет легко запоминаться и подрывать танцполы? Прежде всего, нужно в голове четко представить, как эта мелодия будет звучать. Как художник, перед тем, как рисовать картину, четко представляет ее в голове. Если не получается представить, можно попробовать подобрать что-то на миди-клавиатуре. Очень просто, не правда ли? Довольно простая мелодия, ничего в ней сложного, такого, заумного, как в джазе, нету. Обыкновенная секста, секст-аккорд такой, скажем, разбитый по клавиатуре. Ну, в принципе, Эбабы молодцы. Сейчас мы будем делать что-то похожее. Поиграемся на миди-клавиатуре, потом, что понравится, нарисуем на дорожке. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделаем все каналы немножко тише Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где мы будем в реальном времени Подбирать тембра Субтитры сделал DimaTorzok Есть такая папочка PolySynths И здесь сейчас мы будем выбирать еще наш один слой Додеваем тише И ищем Субтитры сделал DimaTorzok Эти эффекты иногда в тему, а иногда нет Поэтому нужно следить Вот так быстренько мы нашли еще один слой Сейчас мы его выпишем в аудио Пытаюсь добавить каких-то гармоникс при помощи вот этого биткрашера такого Плагин от DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот освободим процессор Уберем умнисферу Отсюда она нам больше не нужна Все слои выбираются по вкусу на слух Исключительно Но опять же для этого нужно иметь Грамотно обработанное Акустически подготовленное помещение Адекватные мониторы И звуковую карту Теперь мы У нас некоторые слои Лида остались с дилеями Поэтому эти Призвуки дилеев Они хороши Но остаток дилея между аккордами Нужно убрать Потому что там будет Выпрыгивающий ревербератор Чтобы ему ничего не мешало Сейчас мы покажем Как это сделать Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Это мы только что сделали Для того чтобы не было щелчков Здесь делаем то же самое Спасибо за субтитры DimaTorzok 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 Сейчас самая главная фишка Этой мелодии Это выпрыгивающий ревербератор Мы его используем При помощи Ревербератора Arts Acoustic Я думаю Так Вот это вот ревербератор Arts Acoustic Которому по нашему мнению Пока что нету равных Хотя он тоже вышел В далеком 2007 Это самый лучший ревербератор Для художественной реверберации Потому что есть много Хороших ревербераторов Как алгоритмических Так и сверточных Например тот же Визу Верб Алти Верб Лексиконг PCM какой-нибудь Но они хороши Только для моделирования Живого помещения Для живых инструментов В данном же случае Речь идет именно о художественной Реверберации Где очень важно Регулировать длину Каждые полосы отдельно Например Вот что я сейчас делаю Средние частоты Затухают дольше всего Это не природно Но это красить Длину одного бита То есть в минуте у нас Да 60 тысяч миллисекунд Которую мы Да Нашли 60 тысяч Делить на число BPM Мы ее либо делим На 2 4 8 16 Или умножаем На 2 4 8 16 Вот у нас все параметры Которые в миллисекундах Для чего это надо Это нужно для того Чтобы ревербератор Звучал четко В такт музыки И не смазывал Весь грунт В кашу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот ревербератор Работает в тандеме С HDLay С вот этим вот Дабстейшном Это хоть и монодилей Но в нем Замечательные фильтры И он звучит Очень железно По-настоящему Что нам нужно Как раз в стиле Транс И прогрессив Так Модуляцию Мы забыли про параметры Модуляции Он выставляется От 25 До 40% На слух Вот это у нас Уже ближе к тому Что нужно Сейчас мы это дело Будем выписывать В аудио И потом уже Семплировать Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас самое интересное Вот как это делается Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нужно поправить кривую Вот у нас здесь Это можно сделать Таким способом И послушать Какая звучит лучше Вроде бы хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и добились конечного результата Это мелодия с вот этим специфическим выпрыгивающим ревербератором Ну естественно мелодия как бы написана очень за недолгое время относительно на создание и подбор нормальной мелодии Чтобы вы понимали уходит от нескольких дней до нескольких недель, а то и месяцев Поэтому, потому что мелодия это главная часть в треке, если речь идет о транс, прогрессив стиле, да Вот, ну вот мы эту мелодию показали, как это реально и можно сделать И наше, я думаю, что мы уже долго с вами, наше время подходит плавно к концу Так что до новых встреч, желаем вам приятной недели и творческих вдохновений